Неприятные впечатления сложились о Светове после твоего интервью. Вроде выступает против российской власти, но в то же время ссылается на российскую власть и законы, имперские амбиции тоже просматривались. По поводу моего совместного эфира с Михаилом Световым. Перед тем, как мы начали эфир, я посмотрел 100 с лишним тысяч просмотров, уже было набрано очень обсуждаемое видео на его канале, 30 с лишним тысячи комментариев. То есть, для его аудитории это оказалось очень интересно. Более суток он находился в российских трендах, этот ролик. И многие, я вижу, удивлены такой постановкой вопросов Светова. Но для меня это вполне понятно. Светов готовился к этому интервью, он изначально изучил какие-то мои ответы, мои взгляды. И он построил это интервью именно вот так остро, задавая какие-то вопросы в формате спора, причем такого жаркого. Потому что именно так это интересно для аудитории. Если бы не было вот этого горячего спора, аудитории это было бы неинтересно. В целом, я соглашусь с тем, что россиянин, человек российской ментальности, он в большинстве своем одинаково мыслит, независимо от того, является ли он либертарианцем, либералом, националистом и кем бы он ни был. В большинстве своем они мыслят одинаково. В том плане, что вот допустим, когда обсуждался вопрос Франции, где мы топтались на одном месте, всячески нам пытались убедить нас в том, что мы не имеем права вообще заявлять здесь о каком-то своем видении ситуации, как бы мы считали правильным. Это не допускать в дальнейшем подобное. И также пытались, он пытался убедить меня в том, что мы в целом какую-то коллективную ответственность за это несем, как чеченцы, так как этот человек вышел из нас. И было полное одобрение методов сегодняшней французской власти, когда они пытаются не предотвратить дальнейшие, точнее даже не так, которые пытаются предотвратить дальнейшие подобные инциденты не устранением первопричины, а наказанием каких-то людей, которые, по их мнению, могут в дальнейшем подобное совершить. Я приведу пример, почему это мышление типично российского человека. Допустим, у нас есть дорога из двух полос, разделенная сплошной полосой, которую нельзя пересекать. Это нарушение ПДД. И на одной полосе у нас яма, большая такая яма. И человек, который едет по этой стороне, где эта яма, он не имеет права объезжать эту яму, переезжая через сплошную. Но при этом, допустим, кто-то сделал это, нарушил ПДД, значит, выехал на встречную, и в этот момент произошло ДТП. И вот типичное мышление российского человека, это, что нужно наказать, разумеется, того, кто нарушил. Но если он, допустим, как в случае во Франции, его уже наказать не получится, он сам себя наказал, он погиб в этом ДТП, то нужно ужесточить правила дорожного движения, то есть наказание за выезд на встречную полосу нужно ужесточить, штрафы поднять. И нужно потенциальных, значит, родственников этого человека или людей из такой группы, которые, возможно, нарушали до этого, допустим, тоже выезжали на встречную полосу. Этим людей нужно всех, значит, лишить водительских прав, лишить их возможности ездить. То есть вот такое решение проблемы они видят. Но при этом никто, вот российское мышление, не подсказывает этому человеку, что надо бы яму все-таки убрать. Первой причиной явилась яма. При этом, когда мы говорим об этом, да, мы говорим, давайте уберем яму. Нам говорят, ааа, вы оправдывайте того, кто выехал на встречную. Но нет, мы не оправдываем, мы говорим на встречную. Нельзя выезжать. Ни в коем случае не выезжайте на встречную. Лучше воткните свою машину в эту яму. Вы не имеете права нарушать правила дорожного движения, говорим мы. Но при этом мы призываем, да, этих дорожников, эту яму убрать. Ведь если этой ямы не будет, то не будет самой причины ее объезжать и выезжать на встречную полосу. Вот это вот, к сожалению, в большинстве своем россияне, они мыслят именно так. И это, видимо, какой-то отпечаток от того прошлого. Возможно, нужно время, чтобы как-то поменять вот это мышление. Так, в целом, я доволен этим стримом, как бы там ни было. И задачей Михаила, я думаю, его задачей было вывести меня на горячую такую дискуссию. А моей задачей было на нее не переходить. То есть я каким-то выгодополучателем из этого эфира я не был. То есть я из него не получил бы и не получил никаких там дополнительных зрителей, подписчиков и так далее. В этом плане выгодополучателем был Михаил. Он получил здесь и новых зрителей, и просмотры. Но моей задачей было донести до аудитории Михаила, которая, как правило, не пересекается у нас. То есть это не моя аудитория, это люди, которые меня не смотрят. Вот, возможно, кто-то из них меня даже и не знает, никогда его не слышал. Для меня было важно показать им нашу точку зрения. И чтобы они ее увидели, для многих она будет шоком, она их ошпарит. Как там, допустим, как это так, мы не считаем Басаева преступниками и террористами. Как это так, понимаете, это их ошпаривает. Но они видят, и моя задача была им показать, что это абсолютно здравая точка зрения. Что здесь нормальные люди, которые не переходят на диалог формата «сами вы дураки». Как только человек переходит на такой формат разговора, типа «вы сами дураки, а посмотрите на себя». Это все проигрыш однозначный. Это как раз и отворачивает. Поэтому для меня было важно показать им, что мы не такие. Мы те люди, с которыми можно говорить, договариваться. У нас разные взгляды. Мы во многом никогда не придем к какой-то общей точке зрения. Но это не мешает нам договариваться. Как в случае, там, в мировой дипломатии много таких примеров. Как, например, Израиль с Россией. Россия не считает Хезбалу террористической организацией, которая в Израиле признана террористической и ответственна за пролитую израильскую кровь. Но при этом этот момент не мешает Израилю и России быть в нормальных отношениях, можно сказать, даже дружеских. Иметь нормальную, здоровую дипломатию. Поэтому здесь то же самое. Для меня было важно показать им, что несмотря на то, что мы не сходимся в оценках Басраева, мы не сходимся в оценках Российско-Чеченской войны и многих других моментов. При этом мы люди, с которыми можно разговаривать, вести диалог, договариваться. Это не должно нам мешать для диалога. Вот в чем было важно. И, на мой взгляд, у меня получилось это сделать. Чему я очень рад. Томсом Михаил Светов и Юлия Латынина ржали в своем эфире над мусульманскими странами, называя их «шитхол». Что можно перевести, мягко говоря, как «черные дыры». Ну, я не слышал, честно говоря, но что поделаешь. Если это так, то это нехорошо. Но в целом критика в отношении исламских стран, я думаю, это вполне справедливо. Вполне справедливо. Светов из тех людей, которые считают бюджет и пенсии россиян, которые тратятся на бомбы в Сирии, они считают жертвой от этих пенсионных бомб. Он никакого урока не извлек из вашего спора. Для нас наша задача не смотреть, опять-таки, как и ты говоришь, извлек он из этого урока или нет. Это уже его дело. Наша задача доносить. Мы доносим свою точку зрения. Я думаю, что в его аудитории есть люди, которые, во всяком случае, переоценили какие-то взгляды в нашу сторону. И это нормально. Кто-то, как я сказал, возможно, однозначно был ошарашен. Но это уже какая-то первая информация, которую они получили, которая заставит их задуматься. И в дальнейшем будет легче все равно вести какой-то диалог. Светов не лидер мнения, он лишь распространитель пропаганды. Возможно, немного корректирует для лучшей усвояемости. Такие, как Светов посередине между генераторами мнения и зомби внизу. Ну, Светов это такой главный либертарианец России, я бы сказал. Самый, по крайней мере, известный из них. И активно пропагандирующий либертарианство в России. Поэтому он лидер мнений. Это однозначно. После всего, что было сказано про геноцид русских в Ичкерии, он напоследок сказал, бандиты нападали на русских, и они уехали из Чечни не из-за войны, не из-за потери власти русских. У нас из-за банды. Но он-то вообще изначально говорил об этнических чистках русских в Чечне, которых вообще в принципе в природе не существовало, не существует. Понятно, что у нас в этом разговоре не было такого, что я его переубедил или он меня переубедил. Конечно, этого быть не может. Каждый остался при своем мнении. Ждать этого тоже не приходилось. Но его аудитория получила новую пищу для размышлений. Допустим, то, что на территории Чечни не было и нет ни одной зафиксированной могилы массового захоронения русских людей, это главный аргумент против тех людей, которые говорят об этнических чистках. Невозможно провести этнические чистки и куда-то испарить тела, останки. Такого в принципе быть не может. Посмотрел твой эфир с этим парнем. На своем стриме он использовал приемы, которые способны запутать самого осведомленного оппонента. Но ты достойно вел диалог, ма-шаллах. Что-то у меня сегодня чешется кончик носа. Вообще, он построил это интервью в формате конфликт-зон. Есть такая передача на Deutsche Welle. Если вы не видели, посмотрите, там интересные бывают интервью. Он тоже проводит, давит своего интервьюируемого. И поэтому получается интересно. Вообще, такой формат интервью, он всегда интересен, когда идет спор. Причем, чем горячий этот спор, тем это видео будет интереснее. Поэтому я, еще раз говорю, я понимаю, почему Светов таким образом построил диалоги. Я это никак не осуждаю. Это нормально.